Привет, Страж! Ты смотришь канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео о новом DLC к Destiny 2. Наконец-то состоялся долгожданный стрим с демонстрацией первых подробностей военного разума, второго расширения для D2. Нам показали много интересного, так что в этом видео я познакомлю вас со всем самым важным, чтобы вы были в курсе, чего нам ждать с релизом DLC. Начался стрим с демонстрации новой локации на Марсе. Красная планета уже была нами исследована в первой части игры, и вот в сиквеле мы наконец возвращаемся на нее. Банжи заверили нас, что это новая локация, и в старую часть Марса мы уже не вернемся. На видео вы можете заметить те самые ледники, о которых говорил и я, и многие другие игроки, когда дополнение обсуждалось еще на уровне слухов. После короткой пробежки по локации, на которой, кстати, доступны Спэрроу, был представлен долгожданный трейлер, который в свою очередь познакомил нас с главным персонажем DLC Анной Брей. Об ее участии в истории расширения нам также было известно, но вот рассмотреть ее нам дали впервые. В трейлере Анна сказала о том, что Распутин, военный защитный разум, был создан как самое совершенное оружие для защиты, однако после коллапса технология была оставлена на Марсе, где таилась не меньшая угроза. Примечательно, что Анна, полное имя Анастасия, кстати, так что не путать с Анной, использует некий визор в своем зрении для определения целей, прямо как какой-нибудь репликант или терминатор. Если мы будем держать в уме то, что семья Анны занималась созданием тех самых Эгза, были замешаны в происхождении Кейда-6 и всех остальных известных нам представителей этой расы, то можно предположить, что Анне как-то удалось внедрить технологии Эгза в свою человеческую оболочку, а может быть она и сама Эгза, но некой совершенной модели, воплоти, все может быть, как считаете. Анна, кстати, будет более досягаема, нежели Осирис для игроков, который полетал с нами такой и пропал. Брей останется на Марсе в качестве вендора. В финале трейлера перед Анной вырастает некий силуэт, и тут мы задаем один из основных вопросов. Кто же будет главным антагонистом? Встречайте Нокрис, некий представитель высших чинов Улья. Прямых упоминаний его в лоре первой части и тем более второй мне не удалось найти. Кроме того, что статуя этого монстра была на Дредноуте, а значит не удивлюсь, если это один из отпрысков короля Орикса, его фанатик или очередное древнее божество, Хранитель, который таился все это время в пучинах Марса. Пишите, что думаете о нем в комментариях, думаю, все мы заинтригованы его ролью. Ну а мы от сюжета переходим к геймплею. Его Банджи не стали показывать целиком. Все же не стоит забывать, что это расширение не сильно превзойдет по масштабам предыдущее проклятие Осириса, и потому спойлерить половину всего контента никто не хотел. Однако, как и предыдущее DLC, Военный Разум привнесет в игру несколько важных новинок. Например, новый ивент в стиле Хорд Мод, проще говоря, удержание определенной точки и отстрел увеличивающихся волн противника. Классная идея, этакий зомби режим из Call of Duty на минималках. Ивент будет ограничен по времени, а награждать Стражей будут по достижении трех рубежей. За три отраженных волны, за пять и за все семь. Награды будут включать в себя два Коина и Синьку. Шучу, шучу. Эксклюзивный лут и косметику, шмотки и пушки. И не просто эксклюзивный, а по неделям. Поясняю, проходить данный ивент можно будет в формате недельного рубежа, то есть по одному заходу на семь этапов на одном персонаже. Как сумеречный налет, проще говоря. Каждую неделю на ивенте будет меняться босс, по аналогии с Court of Forex из The Taking King, кто помнит. Всего таких боссов будет пять, и каждый из них будет иметь свою эксклюзивную награду. Я не буду в этом видео подробно рассказывать механику прохождения ивента, хотя она тоже есть. Этому будет посвящен отдельный ролик после релиза или ближе к нему. Ну, опять же, потому что спойлерить совсем все не хочется. Кроме этого, нового ивента. На территории Марса будут и другие паблики. Например, зачищать упавший варсат. Это формат из первой части. Ох, если мы услышим это вновь. Уже сейчас мурашками покрылся. Падает спутник, вы его сканируете, защищаете. Простой и вызывающий ностальгию ивент. И ничего плохого не будет, даже если его совсем просто перенесут без изменений. Он тут вписывается идеально. Что касается территории Марса, вот карта. Возможно, это весь Марс. Возможно, нет. Те, кому удалось поиграть в офисе разрабов, заявляют, что патрульная зона состоит из двух частей. Любопытно тут другое. На карте видна надпись 0 из 45 Data Recovered. А это значит, что еще одна активность из первой части вернется. Собирательство данных в самых труднодоступных местах карты. Собираешь 45 фрагментов, открывается специальный квест или частички лора с каждым фрагментом. Черт, я обожаю такие штуки. И обязательно буду собирать все эти фрагменты, рассказывая вам о результатах в каком-нибудь видео. Буквально парой слов затизерили новый рейд Логова, который называется «Звездный шпиль». Неясно, будет проходить его действие также в одном из отсеков Левиафана, или мы перенесемся на Марс, на то, что мы по сути получим еще один мини-рейд. Отличная новость. Мне, напомню, Логово понравилось куда больше оригинального рейда Левиафана. Поговорили и о снаряжении. Ну, во-первых, добавят кучу новых экзотиков и вернут несколько старых. Сурос режим, например. Однако главным изменением в рангах экзотического оружия станет появление абсолют экзотиков. Абсолют экзотики уже тизерили в статьях на сайте разработчиков. Однако до сих пор они оставались и остаются под покровом тайны. Суть в том, что различные мои коллеги-контент-мейкеры, которые были приглашены в офис Банжи для демонстрации перед релизом, сообщали о том, что да, есть мастер-ворк экзотики, они же абсолют, но как именно их получить, остается тайной. Однако доподлинно известно, что вам не может выпасть такой экзотик. Его можно только скрафтить. В специальный слот вы сможете вставить особый перк, эксклюзивный, который полностью изменит оружие и его свойства. Более того, чтобы этот перк вставить, придется приложить немало усилий. Даже по заявлению некоторых источников, у среднестатистического игрока вообще вряд ли получится сделать все экзотик-пушки абсолютами. Мол, слишком непростым будет процесс прокачки. Увидим, что там такое приготовили разрабы, вдруг будет столь же долгий и непростой процесс, как в мастерской на маяке. Для получения идеального парадокса. Помните, нормальный такой гринд. Плюсуем к этому инфу о том, что максимальный уровень силы мы будем получать по несколько недель, месяцев. И вот вам настоящая гонка вооружений среди стражей. Возвращаясь к сюжету, Дидж задал вопрос авторам истории дополнения. Я надеюсь, что вы расскажете, как Распутин может быть в старой России и на Марсе одновременно. И это, по-моему, тоже одна из интереснейших деталей. Мы уже слышали Распутина, видели его на космодроме, и теперь встретить его на совсем другой планете. Это очень неожиданно и круто. Так, ну а теперь инфа для ПВП-шеров. У нашего любимого лорда Шакса теперь будут свои ранги, как в старой доброй. За каждый ранг награда в качестве эксклюзивной пушки. Например, вот этой импульсной винтовки на видео. Ее достать будет нелегко. По заверениям тех, кому уже удалось опять же поиграть, получить ее можно будет на последнем ранге за сезон. Да, ранги сезонные. Кстати, ранговые ПВП завезут, а то вы же забыли уже, наверное, про него. Два плейлиста для обычных и для состязательных режимов. Два вида учета статистики, либо система ММР ранга, где у вас будут вычитать очки личного счета за проигранные матчи, либо прибавлять за победы. Также предусмотрены винт стрики, ну и луз стрики. Это значит, что если вы будете больше выигрывать игр подряд, то и ваш ранг будет считаться быстрее, как с неким множителем. Но и от частых побед будет обратный эффект соответственно. Либо можно играть в плейлист без этой системы и бесконечно стакать статистику. Примерно как сейчас на некоторых эмблемах отражается ваш ранг железного знамени или число убитых противников. Ранг будет обнуляться по системе престижа и Call of Duty, кстати, что позволит постоянно поддерживать себя в неком статусе соревнований с другими игроками. На стриме показали и новые ПВП карты, и приватки, но никаких пояснений и подробностей о них не сказали. Видимо, это все же останется сюрпризом. Напомню, релиз всей этой красоты намечен на 8 мая. Предзаказ дополнения уже доступен в PS Store. На момент залива этого видоса может уже и появился предзаказ на другие платформы, проверьте. Из основных и наиболее важных моментов пока все. Полная запись стрима, кстати, тоже доступна на канале, ссылка на нее будет под этим видео в описании. Я с нетерпением жду релиза, жду не дождусь встречи с Анной Брей и получения от нее ответов на массу вопросов о природе Экза, Распутине и других тайнах лора. Вообще, подробностей становится все больше, интересно инфы тоже, так что непременно оставайтесь на связи с Triple Vibe и будете знать обо всем первыми. Для этого подписывайтесь, жмите колокольчик и пока!